Первый и единственный в России, самый яркий, самый музыкальный, телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Один на всю страну! Первый и единственный уникальный «Майк Войс», друзья. Вечерний эфир на стране, как всегда, мы вместе с вами. Ну и вот, кстати, песня Мишка сейчас была отличная. «Ба-ба-бомба, баба-ба-бомба». Мне кажется, это просто песня, которая предвещала нашу сегодняшнюю героиню и гостю, потому что она просто бомба! Супер-супер во всех смыслах. Как всегда, сегодня у нас гостя красавица, поэтому представляю я. Я уже в не терпении. Екатерина Мельник, популярная актриса театра и кино! И вот здесь открывается наша купейная дверь. Екатерина, время заходить. Екатерина, и тут пошла модельная походка. Я говорю, Катя, вы там заряжайтесь, а дальше сюда. Она говорит, я продефилирую, все нормально. Давайте обниматься. Привет, привет, очень рада, Маша. С мной даже поцелуются. Миша, давай. А-а-а! В какую сторону? Ну что, дефилируйте. Пожалуйста. Вы как будто, знаете, на ринге меня объявили. Вот как будто сейчас еще кого-то позовут, и мне будут бить морду. Сейчас начнется. Хабиб, опула! Пойдите! Я это не размялась еще, подождите. Можно разминаться, кстати, в процессе. Но, друзья, давайте сегодня убивать всех шутками, юмором, своим хорошим настроением, вообще своим азартом. Вообще азартный человек по жизни? А, нет. Ну, с точки зрения вот игры там в карты, что-то нет. А вообще отношение к жизни, вот такое, с огоньком, с игрой, нет? Я пожиратель. Пожиратель жизни, эмоций. А я, ну, пожиратель мужских сердец. Я просто, когда это произносилось, то есть, я посмотрела на меня и сказала, я пожиратель. Пожиратель. Ближе, Бандерлоки, ближе. Ну, если честно, я вообще такая романтичная, белая, пушистая и наивная, и однолюб. Ну, ладно, ну, правда, что ли? Ну, вот такая, знаете, нужна компенсация, знаете, такая гиперкомпенсация. Играю я с... Стерпом. Можно называть такие. А в жизни он докажет, мои друзья и близкие, что какая-то прям... Ну, это же нормально, ну, потому что, извините, есть же вот этот тупой стереотип, что блондинки вещи какие-то тупые. А мне кажется, стержень-то, он присутствует всегда. А сейчас надо к стержень по-любому. Извини, Маша, я просто сказал, надо комментировать. Ты тоже блондин, я просто не вижу, ты лысый, поэтому... Мне кажется, не в блондинах, потому что разные блондинки есть, вот именно вот какая-то вот... Я вот что-то у них... Хотя в театре мне больше повезло. В театре у меня прям спектр так вот и... И Библия, и Достоевский, и, знаешь, и Офелия. А вот как-то больше в кино мне... Ну, я же еще не сыграла свою роль, правда же? Да, конечно, все впереди. А вот, кстати, раз уж мы поговорили о своей роли, все-таки ждешь какую-то роль, вот такую знаковую в жизни? Тут кого хочешь сыграть? Тут, знаешь, как бы основная вот фраза, ключевая, ждать. Не надо ждать. Не надо ждать. Если ты что-то хочешь, прям вот ждать не надо. Ждание убивает нафиг все, и они, как правило, разочаровывают. А тут надо как раз, вот знаешь, захотел, отпустил. Знаешь, как хочу... И послал мысль в космос. Да, и... А как мне все равно? Ребят, вы там сами решите, как. Нет, ну делать-то что-то нужно. Нет, подожди, а есть даже такая теория, что главное захотеть, а как оно потом само все разрешится, понимаешь? Я по этому поводу целые курсы даю, понимаешь? Вот, это же очень интересно. Я, кстати, вообще пролистала весь Инстаграм и вот эти все мотивационные истории, что вот это за игра такая, что это, Катя, скажем подробнее. Ну, понимаешь, как бы это просто история в том, что это вторая часть меня. Я долго с ней как-то там что-то как-то боролась, сделала вид, что я не моя, но помимо того, что я актриса, это моя любовь, мой наркотик, страсть абсолютно, есть абсолютно другая Катя, и она полноценная, равнозначная той, это вот мой духовный путь, с детства я его прохожу, и он, там напичкано все, очень много знаний, от астрологии до ведических, я там каждый год живу в Ашраме, посвященный Барамин, в общем, реки и тому подобное. Я как-то все это ныкала, но в последнее время уже как-то вылезло это в то, что надо отдавать, у меня пространство прижало. Вот, и все это вылилось в такую хорошую школу, курс, я могу, я ей горжусь, если раньше я сомневалась, я думала, что я таким людям-то могу дать-то, а сейчас получается, что... Екатерина, и вот именно о том, что ты можешь дать, вот сейчас послушаем музыку, друзья, и расскажем, что мы вам дадим. Екатерина Мельник сегодня у нас в гостях, дорогие друзья, никуда не уходите, дальше будет еще интереснее. А куда идти-то? А сейчас немножечко, да, маленькая музыкальная пауза. Скоро вернемся к вам. Друзья, на улице дождь, но у нас сегодня в студии очень солнечно, потому что такая вся яркая, солнечная актриса театра и кино пришла к нам сегодня в гости Екатерина Мельник. Кать, мы затронули в прошлом выходе твою очень, на мой взгляд, интересную тему. Сыграй роль своей мечты в кино под названием «Жизнь». Это семидневный курс. Ты его проводила в Инстаграм, правильно? Ну, нет, это не курс, это игра. Это игра. Про курс это более, знаешь, как глубинная штука на два месяца. И еженедельно люди получают уроки, домашние задания и кучи других примочек. Ты их наставник, получается, ты их курируешь. Да, но знаешь, получается, что учители, но я не люблю здесь вот такое шаблонное понятие «учитель», что-то выше, круче, умнее. По факту, я так рассуждаю, знаешь, вы хотите научиться на велосипеде кататься. Я умею кататься. Долго училась, падала, набивала шишки. И я просто, грубо говоря, готова сократить тебе время, там, твои усилия, сделать монтаж и сказать, «Слышь, пойдем, я тебе научу, как кататься». Это не значит, что ты будешь кататься хуже меня. Или вообще даже не факт, что ты научишься. Нет, научишься. А, научишься однозначно. Потому что ты сюда пришел для того, чтобы кататься на велосипеде. Все, других вариантов нет. И про роль, это то, знаешь как, та роль, на которую тебя утвердили сюда, для того, как ты сюда пришел. Это уже, знаешь как, я этого не заслуживаю, чтобы быть счастливым. Это твое предназначение, чтобы быть счастливым. Ну, то есть, получается, ты раскрываешь людей, чтобы они поняли, для какой вообще миссии они явились сюда. Ты очень правильно говоришь слово «раскрываешь», потому что мы употребляем вот эту фразу «совершенствоваться, прокачиваться». Это неверно, потому что тебе не надо себя улучшать. Ты уже сам по себе совершенства. Тебе нужно с себя, наоборот, снять. Все маски, да, все стереотипы. Убеждения, и знаешь как, это как семечко, которое ты очищаешь от шелухи. А вот самое главное, это понять, где все это происходит. А то мы все вокруг да около говорим, что, мол, это в Инстаграме, а это очень важно сказать, в каком Инстаграме. В Инстаграме «Мельник Екатерина Офишел». Длиннющее название, но… «Мельник», без пробела, «Екатерина Офишел». Просто, если набрать в Инстаграме «Екатерина Мельник», то сразу же первая, кто вылетает. Я, да, я там была. Сразу же, да, можно подписаться на тебя. Но вот ты говоришь, что стоит избавиться от страхов и так далее. Ты человек вообще, в принципе, есть у тебя какие-то комплексы, может быть, страхи, с которыми ты и сейчас борешься? Или все поборола уже, это идеально? Нет, я в пути. Вы что, я еще в пути? Что у тебя за велосипед? На чем ты сейчас будешь кататься? Какие-то у меня есть крутые велосипеды, какие-то у нас названия. Электро. Я люблю, электросамокат, это моя любовь. Это очень мне нравится. У меня страхов достаточно. Знаешь, как они периодически туда... Я просто думаю, какие могут страхи тоже просветленные девушки. Слушай, комплекс неполноценности, привет, конечно же. И всем оттуда. У вас тоже, да? У нас тоже. Вы знаете, у вас тоже там есть, да. Ну, как бы это нормально. Мне кажется, все публичные люди, они с этим комплексом. Все время борются, даже, мне кажется, если будет супер роль, то потом это все пройдет, и они выбрали эту профессию, чтобы прокачать его, понимаешь. Ну, какому нормальному здоровому человеку нужно, чтобы на них смотрели, постоянно вот это... Я-то хотя бы честно признаю, что со мной что-то не так. А главное, когда ты говоришь, что я больной, все, претензии. Это Мишкин путь абсолютно. Я всегда говорю, господи, я признаюсь честно, абсолютно. А скажи, пожалуйста, что у тебя сейчас актуального, где тебя как раз можно смотреть? Смотреть, значит, приходить в Московский губернский театр имени Безрукова у нас. Мои соседи в Кузьминках. У нас режиссер-постановщик, Фандорин, приключения Фандорина. И у меня там любовь с Фандорином. И с ближайших дат играем 3 октября. Пятого у меня премьера, но это вообще не премьера спектакля, это моя премьера. Я благодарна безумно. Меня позвали на главную роль в спектакле. Сейчас название такое «День Нептуна» или «Ночь стере танго». Очень клевая такая история. И она такая романтичная комедийная драма с элементами фантастики. Интересно. А вот будет ли, кстати, Екатерина танцевать танго вместе с «Нептуном» узнаем сразу же после музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Да, друзья. А у нас, дорогие наши друзья, вечерний эфир на стране ФМ продолжается. И все здесь сегодня собрались со светлым волосом в студии. У меня две блондинки, и, собственно, я блондин. А как проверить, никак. Подожди, вот так. Конечно, Екатерина Мельник. Да, да, да. Машнова. Да, спасибо огромное. Вот, кстати, Катя сейчас зашла в своем инстаграм-профиле в прямой эфир. Так. И хотите, там задавайте Кате вопросы. Хотите, заходите в наши всевозможные социальные сети, в нашу группу ВКонтакте, в Фейсбук, я не знаю, в Инстаграм задавайте. Да, самое интересное мы зачитаем в эфире. Может быть, подогнами что-то крикните, мы тоже, может, услышим в студии, тоже вопрос зададим. Кате понравился вопрос. Давай тогда зададим его в эфире, раз уж мы обещаем. Что для тебя важнее, личная жизнь, либо все-таки карьера? Нет, подожди, там по-другому было. Насколько карьера важнее личной жизни? То есть уже утверждение. Видите, тут уже утверждение. Я давал выбор. Да, да. Что одна, знаете, карьера важнее, чем личная жизнь. Да, формулировка важна. А я как раз, вы знаете, я такой человек, который не любит выбирать. У меня вообще, я считаю, это самое сложное в жизни, это выбор для человека. Вот что. Поэтому я пытаюсь не убирать, а брать все. И вообще, что касается сейчас опять философсну. Так. Мне нравится философсне. Философсне. А ну, знаешь, как это, во мне всю жизнь вот этот выбор мешал мне жить и уничтожал меня изнутри. Так, знаешь, две части меня всегда боролись. Одна, которая материальная, которая хотела, там, денег, успеха. Да, да, да. Шикарный доктор Мартинс, в который ты пришла. А как бы другая, Катя, духовно, вертикально ее называю, она вот говорила, что это ерунда, ерунда, это не сделает тебя счастливой. И я долго думала, что надо выбрать, понимаешь? Вот или духовное, или материальное, что они друг другу противоречат. А нифига. Да? Наоборот. Они дружат? Не то, что дружат, они друг другу помогают. Когда ты прокачиваешься духовно и пользуешься этими, я не знаю, там, инструментами, штучками, дрючками, они тебе помогают расти социально по карьере, денег и тому подобное. Ты знаешь, вот уже второй твой ответ про диссонанс в твоей голове, то есть разговаривание личности. Сейчас все в порядке. И сейчас, и мне хочется спросить, все-таки мы с кем разговариваем из них двоих? С какой из них? Да, понимаешь, то есть может же разниться ответ. Ну, знаешь, это как бы я Халк такой. Халк и одновременно, как его звали-то? Кого именно? Ну, в Халке кто? Да, я понял, человек. Человек. Вот это. Нет, чувак, который превращался в Халка. Да, да. Слушайте, так я говорю, я сейчас все вместе, у меня там все в порядке сейчас. Оно как раз, я нашла... Синергия. Да, синергия, да. И консенсус. Во-во, и консенсус. И что? И теперь случилось так, что я как раз не люблю выбирать, а беру все. А вот это мне нравится, кстати, эта позиция для девушек. Слушайте, ну что мы вокруг да около-то ходим? Раз уж мы говорим про взять все. Взять все, завоевать мир. Завоевать мир. Я не меньше. Ты согласна? Ребята, не мечтайте о великом. Вот если не завоевать мир, то вообще зачем живешь? Зачем я мечтаю мир? Да, абсолютно точно. Согласна, что твоим космодромом, отправлением вот в этот космос завоевания Вселенной, был сериал «Физрук». Опа, как я подошел. Это ты завернул, даже я сейчас удивилась. Коль, то есть ты стала после второго сезона другим человеком? Вот просто раздались звонки. А мне кажется, и до этого было достаточно много всего интересного. Столько раз я думала, что я проснусь знаменитой, что вот этот как бы... День, да? Да, конечно, я очень благодарна «Физруку». Я понимаю, что он является такой визитной карточкой. Да. Но, повторюсь, я убеждена, что это не как бы вообще не последний и не... Ну, понятно, не последний. Главные вещи я в своей жизни, ради чего я здесь, я не сыграла, именно мы про роль говорим. Конечно. Через которую я что-то скажу, очень важное скажу. Ну, я думаю, что все это впереди, друзья, а также, как и наш эфир тоже продолжается. Сейчас мы немножечко прервемся, ну уж, к сожалению, такие правила. А я эту тему в покое не оставлю. А потом вернемся обязательно. Один на всю страну, а в нем одно на всю страну. Вечернее шоу Майка Войса и Маш Новый. Вот такие вот два человечка здесь ведут вечерний эфир. И в гостях у них сегодня Екатерина Мельник. И неспроста мы сегодня начали наш эфир с песни. Баба-бомба, ты баба-бомба. А не встречать меня вот с такой вот бомбой, нормально? У нас есть реальная настоящая бомба, друзья. Смотрите, сейчас именно с этой бомбой будет связана наша игра. Потому что, по традиции, после 26 минуты мы с гостем всегда проводим небольшой интерактив. Мишка рассказывает, что это? Очень простые правила. У этой бомбы есть кнопочка, я ее включаю. И она начинает тикать. Ой, боже мой. Мы начинаем ее передавать из рук в руки. Ой, ой, ой. Можно даже кидать, не проблема. Не, лучше не кидать, просто передавать. А в конце она рандомна. Рандомна, то есть в любой момент взрывается в чьих-то руках. И мы будем играть до счет. Играть будем до трех, я думаю, до трех поражений. Ну да, попробую. По чесноку. А что нужно делать? Не просто так ее передавать, потому что не совсем уж мы умалишенные люди. Есть у нас вот такие карточки со слогами. Словосочетания. Слога, слога. Да, слога, да. Слоги. Слоги. С помощью которых нужно составлять слова. Ой, боже мой. Надо сразу определиться, эти слоги будут в начале или в конце, как вы хотите. Нет, без разницы вообще. В принципе, чтобы они были и присутствовали в слове. В любом месте слова, чтобы совсем Екатерину не напрягать. Выбираем тему. Тему выбираем? А ты хочешь без темы? Я хочу без темы. Просто любые слова, Мишка. Ой, давайте, давайте, смотри. Просто нравится делать дураков, значит, своих гостей. Ну, сейчас надо. Делать дураков умными. Умными. Вы верите в меня, я понимаю. Екатерина, посмотрите на меня, как вы смотрели в самом начале. Говорили, я люблю. Как же не люблю? Я пожираю глаза. Екатерина, в моих купленных конкурсах всегда выигрывают гости. Поверьте мне, все нормально. Итак, давайте я перемешаю. Я сам не знаю, что там за слог будет. Я буду его показывать. А просто слово со слогом. Да. Ну, где присутствует этот слог? Давайте. Поехали. Слог. Спасибо. Я включаю бомбу. Давай. Астрал. Аист. Не, отдай обратно. Аист неправильно. Там и есть. Ты что? Аист. А нужно аст. Ага. Астматик. Астронавт. Так, почему же я перелистываю? А ты что? А мы все? Нет, мы на аст продолжаем. Пока не взорвется. Вот видишь. Вот видишь. Мальчики, девочки, мы не договорились. Видишь, как я правильно тебя подыгрываю. Пока мы разбирались, у меня уже минус один, а ты ведешь. А я веду. А почему я веду? Миш, думаешь, пока не взорвется. Ну, правильно? Ой, это эти новые правила. Ладно, давай, пока не взорвется. Од. Да, од. Готовы? Давай. Один. Однозначно. О, да. Да, хорошо, кстати. Однострофный. Однажды. Роды. О, так. Ничего себе, роды. Одержимость. Одежда. Родной. Адутловатый. Чего, нет такого слова? Адутловатый. Нет такого слова. Есть адутловатый. Я не знаю. Есть такой, кстати, ты не знаешь, что это? Одинокий. Поддон. И счет становится. А что мы делаем с этим, который проиграет? А мы его выгоняем из студии. В конце мы его едим. Ну что ж. Ко мне, представляете, даже нехорошее слово при... Что ты? Мясо не ем я. Ты же прям смотрела в начале, говорила, я ем. Пожираю. Пожираю. Она не мясо. Она пожирает. Меня просто пожрут. Дорогие друзья, меня в конце просто пожрут. Люди, тут очень просто. Люди с волосами сегрегативно, как всегда, съедят лысых. Итак, вы готовы? Да, да. Аккуратность. А что у нас? Актуальность. Актриса. О, точно. Акт. Акт. Актер, актриса, это одно и то же, да? Поздравляю тебя. У тебя очко. Аки, Аки, я такой... Я тебя поздравляю. Подожди, как он взорвался? Только взорвался. А, серьезно? Да. А, пока я думала. Ну вот, не минус 2. Так, ты готова? Готова? Давай, с меня начинаем? Да, готова. Окей, поехали. Включаю кнопку. А, включаю кнопку. Да, покажи Катю сначала. Поехали. О, вор. Воздух. Вор. Воображение. Воз. Вобла. Волнение. Вонь. Вор был, да? Да, был. А, 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 вез. О, нет, нет. Нормально, что? Нет, то все правильно. О, вез. Нормально. Обот. Обот. А, не, неправильно. Не овес. Кстати, не овес. Подождите. Вот. А, ботикай, держи. Вон. Вон. Давай. Ну. Ну, давай. Ну, ты думай. Еще, Миша. Что за скоба? Рыба такая. Чабо. А, я сказала вобла. А, была вобла. А, была вобла. А, тогда война. Пожалуйста. Войлок. Волок. Почему опять ко мне? Волосы. Волосы, волосы. А, ура. Вы заметили? Вы заметили, как лысые начинают отыгрываться? А, у меня разлетелся маленькие кусочки. Ну что, давай с финального. Один-один-два. Один-один-два, да. Ты должен сейчас проиграть, Мишка. Я тебя понял. А знаете, что сейчас происходит? Что? Происходит то, что мы находимся все втроем в настоящем моменте. Согласитесь, что вы не были ни вчера, ни завтра. Ой, ни вчера, ни завтра, да. Да. Да, мы находимся. Да, да. Я понимаю, что ты хочешь заговорить мне зубы, чтобы не проиграть. Но включай кнопку, я показываю. Это во время игроков. Пойдите с моментом. Круто, но я обожаю такие моменты. Да, да, да. Да. Да, да, да. Ну, правда. Отлично. Даль. Дар. Ну, подождите. Мне что-то с Даней. Дача. Миша. Даль. Была. Не было Дали. А не было оправдания. Не было. Да, Винчи. О, да. О, да. К. К. Продажа. О, отлично. Даки. Что ты, Даки? Народ Даки. Даки, это народ. Слушай, давай без этого всего. Типа, нормальное человеческое слово. Я не знаю. Даты. Даты? Пожалуйста. Даты, типа. Ну да. Дата. Дата просто. Дата. Дата это это, а дата это сегодня. Да, не так. Пудра. Нет. Да, пудра. Пудра. Ну он взорвался. Ну и пожалуйста. Ну ты помнишь, что я проиграю? Помнишь? Финально. Ты помнишь, надо говорить. 2-2-1. Ну с минусом, естественно. Мы сейчас Машку должны показать. Не волнуйся. Не волнуйся. Не волнуйся. Ну что вы все. Никто сегодня. Я люблю ничью. Это такое, что все живите дружно. Ничья и все сжирают меня, естественно. Ты готова? Да. Нажимай кнопку. Все, это финальный раунд, друзья. Осталось бы чуть-чуть потерпеть. Раз, два, три. Поехали. Ма. Мама. Мама. Мало. Масло. Пожалуйста. Промазал. Отлично. Мазут. Помазок. Мазила. Почему? Мажор. Майтник. Мамон. У него. А пьем себе мамон. Мара. Хамон. А, там нет. Мара. Все, в Маре, конечно. Я не знаю, что это. Еще он какие-то странные слова придумывает. Слушай, читайте книги, друзья. Маска. Маска. Про помада. А, нет, продолжается, да? Да. Или закончилась. Помада. Я еще не понимаю. Мазилка. Мазилка. Маскировка. Отдай мне, она не должна полегать. Говори слово. Спаси меня, говори слово. Говори слово. Марилка. Маринка, а у нас именно можно? Маринка, можно. Марилка, есть там что-то, да? Маринка, у меня будет. А у тебя взрыв будет, Вишка. Вот так приятно, как настоящий мужчина, который берет весь удар на себя. Да, согласна. Да. Невероятно приятно. Когда я смотрел мой любимый сериал, я даже подозревать не мог, что Екатерина Мельник когда-нибудь скажет мне лично, так приятно смотреть на настоящего мужчину. Друзья, пока все смотрят на настоящего мужчину, посмотрим клип и послушаем музыку. Никуда не переключайтесь. Взяли радиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Действительно, один на всю страну. И здесь мы, Маш Новая, Майк Вось, Екатерина Мельник. Это единственное интервью, к которому подготовиться по Инстаграму. Итак, мы продолжаем. Чушь по Инстаграму? Почему? Да ладно, дайте, это прикол нормальный был. Готовятся быстро. Ну, не только по Инстаграму. Подожди, сейчас, Катя. Я не поняла, что это он меня сейчас опустил или что это Белла. Это у него шутки. Я тоже не всегда догоняю, врубаюсь в его юмор. Дорогие друзья, сегодня в гостях у нас блондинки. Это требует пояснений. И один блондин. Катя, смотри, у нас сейчас, значит, самое то время, чтобы всех наших зрителей и слушателей посвятить в самые актуальные проекты, которые сейчас у тебя происходят. Куда ты можешь всех пригласить, чтобы они вот пришли, не знаю, купили билеты и насладились твоим творчеством. По традиции про кино я не говорю о выходящем. Что-то у меня проверено, я не говорю. Иначе оно не выйдет подождите. Честно, я думала, что как бы я это пережила, вот этот вот, знаешь, суеверие. Но, в конечном счете, не пережила. То есть про физрука мы сейчас говорить не будем, да? Нет, я просто спрошу, Виктор, не, 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 не то, что я не прямо в лоб тебя спрошу. А только ты спроси, не факт, что я отвечу. Да, да, да. Мне интересно, вы это физрук спасает Россию в октябре месяце. Я пойду, направлю свои стопы в кинотеатр. Конечно, сходи. Увижу ли я тебя. Конечно, сходи. А там увидишь. Не в кинотеатре, а на экране. Сходи, посмотришь. Сходи. Давай оставим соспенс. Все, мы всех призываем, да, идите, друзья. А там будет маленький сюрприз. Про театр скажу. Вот прямо сейчас. Третьего приходите в Московский губернский театр. А пятого приходите ко мне на спектакль на площадку на Цветном. Так и называется, площадка на Цветном. Да. Заходите в мой инстаграм, там еще написано. А то я приду на детскую площадку на Цветном и буду ждать Екатерину Мельник, понимаешь? И вот, что еще? Да, приходите ко мне на курс, онлайн-курс. Вот, вот это, кстати, очень интересно. Ну, пройдете два месяца, можно сказать. А как записаться? Как, ну, вот людям всю навигацию можешь рассказать? Где найти информацию? Ну, опять же, можно следить за моим инстаграмом или зайти, например, в группу ВКонтакте. Там есть, как стать богатым и счастливым, по-моему, или привлечь... О-о-о, привлечь богатого и счастливого. Нет, богатство и любовь. Ну, найдете, там, я думаю, несложно. Ну, с инстаграма, подключитесь к моему инстаграму, все услышите. И все, все новости будут катиться. И там вас, клево вам с вами будет, все будет хорошо. Круто, круто. Смотри, ну, так как мы вечером говорим о юморе, естественно, мы не можем задать тебе наш традиционный вопрос. Как научиться относиться к жизни с юмором? Есть у тебя какой-нибудь такой совет, может быть, проверенный уже жизнью лайфхак? Как ты это делаешь? Так, во-первых, значит, во-первых, чем отличается... Вопрос от ответа? Грустная жизнь от счастливой жизни. Знаешь, это как чем? Игра отличается от войны. В войну, когда мы затеиваем, мы как бы идем на результат, чтобы ее там выиграть и быть счастливой в конце. А игра может быть абсолютно похожа, прям идентично похожа, как выглядит война. Но в игру мы начинаем зачем? Вот помнишь, мы играли? В процессе. Кайфовали в процессе. Были в настоящем моменте. И, по сути, вот играйте, играйте, и вы все время и удивляетесь, как дети. И в состоянии, я знаю, что ничего не знаю. Вот это круто. Даже если происходит с вами жопа, мы такие, а мы такие, вау, какая крутая жопа. Это же... А, ну то есть надо кайф получать вообще от всего, даже от негативного. Друзья мои, я раскрою секрет нашей кухни, вот тут такой подсобочки. Когда Екатерина пришла, села вот на этот сул, когда мы отстраивали камеры, вошел я. И для Екатерины было очень удивительно, что, оказывается, в этой программе есть и ветущие, а не только машинобы. И это было действительно удивление. И в очередной раз Екатерина последовала своему уже совету. Что она удивилась этой жопе. Ну что же. Нет, 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 ну подождите. Знаете как, мы, когда нам плохо, мы задаем вопросы. Вот почему со мной это произошло? Что со мной? Зачем мне это? Вот за что? Да, для чего, да. А когда нам хорошо, мы же не задаем вопрос, что я такая сегодня красивая? Нет. За что мне это? Мы удивляемся. Мы говорим, вау, как мне хорошо, или вау, какая я сегодня красивая, вау, какой клевый чувак. Кать, ты такая, спасибо. Спасибо. Кать, ты тоже очень клевая. И хочешь, я тебя еще раз удивлю? Помимо того, что я уже здесь, у нас Блиц. Ну что ж, надо отвечать. Блиц, оправдан. Отвечать, не думая, просто вот, да, собственно, как и всегда. Да, давай, поехали. Итак, для меня самое важное в жизни. Любое. Отвечай только быстро, Кать. Я говорю сразу. Идти по жизни с юмором. Это, это, смеяться, улыбаться. Если бы сейчас, Катя, был 2018 год, что бы ты делала? 2018 год. А год, 2018 год, революция, что ли? Пойдет, надо. А 2018? А 2018, ой, а я бы этот, как его, терминатор. Терминатор, нормальная тема. Когда ты будешь такой же креативный, красивый, умный, но уже старый, ты скажешь своим праправнукам. Ну, слава богу, господи, мне не надо думать, как я выгляжу, боже мой. Круто. Но пока еще надо, пока еще надо, потому что у нас в гостях сегодня была Екатерина Мелик. Спасибо тебе огромное, Катя, что ты провела этот 5-4 вечер с нами. Катя, мы очень рады. Спасибо, Катя, вы крутые. Я сниму с тебя сейчас розовый цветок. Нет, ты что? Все, ладно, я поделюсь. Спасибо, пока. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.